Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, сегодня наша Церковь торжественно вспоминает имя и прославляет память святителя и чудотворца Николая. Святитель Николай жил в конце III-го, в начале IV века. Нас отделяет от него почти 1700 лет. И в течение всех этих 1700 лет память его бережно сохраняется в Церкви. Сохраняется, потому что он прожил удивительную жизнь, он стяжал огромную силу Духа. Он горячей верой своей приблизился к Богу настолько, что Бог сообщал ему особую силу – силу совершать чудеса. В Италии, из города Бари, где и меня Господь сподобил однажды побывать у святых мощей святителей Николая, и, может быть, некоторые из вас, которые побывали в баре, все мы привозим оттуда маленькие пузырьки с прозрачной жидкостью. На стеклянном пузырьке изображение Николая Угодника. Это Мира, или так называемая Святая Манна, которая непрерывно источается от костей, от святых останков Николая Чудотворца. Множество веков лежат в гробнице эти мощи. Сначала они были в городе Мире, где епископствовал святой Николай, а потом в итальянском городе Бари. И до сих пор это освященное Мира, эти святые мощи творят чудеса. В городе Бари есть даже особый журнал, который выходит несколько раз в году, и в нем подробно описывают все случаи исцелений и другие знаки того, что угодник Божий продолжает свою святую деятельность на земле. О чем же это говорит нам? Ведь Николай Угодник был при жизни малоизвестен. Из его жития, жизнеописания, мы знаем только два-три рассказа эпизода. Многие из нас эти рассказы знают. Как он избавил воеводу, как он остановил казнь невинно осужденных, как он тайно помогал обедневшей семье. Это все, что мы о нем знаем. Значит, при жизни никто, кроме близких людей, кроме жителей этого маленького городка Миры, не знал его. И тем не менее, святитель Николай как будто бы остался жив, как будто бы продолжает жить среди людей. Значит, есть такие святые, которые, не прославив себя при жизни, продолжают молиться за своих братьев и сестер, близких и родных, продолжают творить в этом мире дела милосердия и христианской любви. Почему же это так? Причина, видимо, заключается в том, что какие дела человек делал при жизни, на что уходили его силы, во что он вкладывал свою душу, то с ним и уходит в вечность. Вот мы с вами, каждый из нас, живем для себя, каждый своими заботами, проходит наша очень короткая жизнь, уносят нас на кладбище, и через один-два поколения все про нас забывают. И, может быть, даже надпись не всегда можно прочесть на могиле. Все разрастает и предается забвению. И вот давайте подумаем. Пройдет сто лет, двести, может быть, кладбище это, может быть, будет стоять, но кто через двести лет вспомнит наши могилы? Уходим из этой жизни бесследно. И только молим Господа, чтобы он нашу жалкую и слабую душу в своих селениях упокоил. Мы ждем будущего воздействия его Святого Духа, чтобы он нас, спящих во гробах, поднял и оживотворил. Так будет с нами, но не так с великими святыми. Мы живем для себя, а они жили для других. И настолько жили для других, что, когда завершилось их земное странствие, Господь дал им власть продолжать оставаться на земле. Как бы еще до Всевообщего Воскресения воскресил их. И именно поэтому память о святых для нас – это не просто воспоминание об их деяниях, подвигах, святости. Память о них – это их живое воздействие на нас. Когда мы с вами просим Николая, чудотворца, о помощи, об исцелении, мы к нему обращаемся так, как будто бы он живой среди нас. Такова благодать святых, отдававших себя людям. И нам с вами остается выбор в той жизни, если мы хотим идти по пути человеческому, по пути себя любия и греха, то наш удел – сон, забвение, беспамятная молитва. И только потом Господь нас оживотворит. Если же мы хотим, чтобы с первого мгновения, как мы родились в вечность, рождаемся в вечность, или в земном изверении мы называем это смертью, как мы умерли, Господь дал нам силы продолжать делать что-то в жизни. Мы должны уже сейчас постараться жить по-другому, по-христиански. Что Николай Угодник? Он всем известен, но мы знаем очень многих людей нашего времени, которые умерли, но их жизнь была такова, что Господь им дал, как и святому Николаю, эту чудесную власть быть как бы бессмертными еще до всеобщего воскресения. И такие люди молятся за нас, являют массу знамений и чудес, не меньше, чем это было в древние времена. Вот почему, если мы с вами сейчас просим о молитвах и о помощи Николая Чудотворца, мы должны подумать и о том, чтобы не только просить, но и что-то давать, что-то человеческое, Божие, христианское своей жизни делать. Тогда мы хотя бы в малой, тысячной, порой ничтожной степени уподобимся нашим великим братьям, святым, просиявшим и при жизни, и после их телесной блаженной кончины. Субтитры создавал DimaTorzok